Это возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты. Не знал, что ты не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя. И потерять это иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу. Это строки из повести Валентина Григорьевича Распутина «Прощание с матерой». Книга, знакомая каждому из школьной программы, говорит с нами. Пронзительная тема столкновения старого и нового, традиции и современности. В повести «Старую жизнь» символизирует фантастический персонаж, хозяин острова, дух, который сохраняет деревню и гибнет вместе с ней. И царский листвень, мощное дерево, которое пожогщики-санитары так и не смогли ни свалить, ни сжечь. Потому что человеческую, родовую память нельзя уничтожить. В этом и есть сила народа. Здравствуйте, с вами программа «Русская культура. Истории О». Русский народный костюм – один из реликтов, нивелирующийся под влиянием современных тенденций и традиций. Без сохранения, без культивирования народного костюма, пусть даже не в быту, нарушится некая целостность национальной культуры, которая и так находится под угрозой, под гнетом привносимых извне ложных ценностей. Для сохранения необходимо знание, понимание характера бытования народного костюма, его целостности, комплексности, истории и связи со всей народной культурой. Костюмы, представленные в этом зале, относятся к Рязанской губернии и датируются в основном концом XIX – началом XX века. Представляют они практически все уезды Рязанской губернии. Здесь можно видеть и костюмы лесостепной зоны, и степной, и костюм Касимовского уезда, костюм Рязанской мещеры и так далее. Сегодня такими знаниями обладают лишь немногие специалисты. Между тем, история народного костюма насчитывает многие столетия. Долгие века неизменными оставались природные условия, в которых жили люди. Неизменны были и характер труда, обряды, верования, складывавшие народную жизнь. В результате костюм стал в полной мере отражением всего быта, приспособленным к жизни русского человека. Не случайно возникла в русском народе поговорка «По одежке встречают». Взглянув на костюм человека, можно было точно сказать, к какому роду племени он принадлежит, в какой местности проживает, какое положение в обществе имеет, чем занимается, какой у него возраст и семейное положение. Такая визитная карточка позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ожидать. На протяжении многих веков большую часть населения России составляли крестьяне. Самой судьбой своей, неотделимой от земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его отвечал особенностям жизни. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимания, обычаи, суть коренного человека. Костюмы разных губерний, уездов отличались характерными ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма. Как правило, традиционный народный костюм – это некоторое количество составных элементов. Обязательным элементом любого костюма была рубаха. Для женского костюма характерна панёва. Поверх рубахи её одевали. И панёвный комплекс характерен как раз для нашей Рязанской губернии, для южно-русских губерний, как и для других южно-русских губерний России. Поверх рубахи панёвы одевается передник. И затем верхняя одежда. Тоже он может быть разный по форме, иметь разные названия. Это может быть навершник, нагрудник, шушпан, шубка, шушун и так далее. Главными чертами костюма народного была функциональность и конструктивность. Не сковывающий движений, лёгкий, удобный, но в то же время красивый. Изготовление и декорирование костюма было настоящим искусством. Славянский народный костюм – яркое воплощение народного творчества. Традиционно народный костюм девушки и женщины изготавливали руками, своими руками. Ткани ткались на домашних ткацких станках, вышивались. Затем украшались нашивками, лентами, блёстками и всё, что можно было иметь под рукой. Традиция украшения и создания орнаментов тоже передавалась из поколения в поколение. То есть девушки видели перед собой образцы и переносили их уже на свои костюмы с различными изменениями. И здесь тоже была задача для того, чтобы выйти замуж, нужно было себя украсить наилучшим образом. И можно было определить по умениям девушки, по её костюму, что она умеет делать и как. Всё в народном костюме, и цветовая гамма, и каждая деталь имели символическое значение. Человек пытался держать связь с незримыми высшими силами, в том числе и через детали одежды. Изначально многие функции костюма служили своего рода оберегами от злых сил. И определённые части детали одежды покрывали вышитыми орнаментами или тканами орнаментами. Пояс как бы замыкал человека в круг и охранял его от злых сил. Маленького ребёнка при рождении заворачивали в рубаху и опоясывали, тоже окружали вниманием и заботой. Множество ритуалов и обрядов, ведущих свою историю из древности, существует и по сей день. Они прочно вошли в нашу жизнь, передаются из поколения в поколение и живут в творчестве и литературе. Конечно, тонко чувствовал эту связь певец родной земли Сергей Есенин. В произведениях у Есенина мы можем встретить, что у него опоясывают небо гашники-зорниц. Гашники-зорниц. И здесь ведь тоже такой очень ёмкий и глубокий образ, потому что это не просто связано с конкретным предметом, поясом. Но ведь кто знаком с народной культурой, тот прекрасно знает, что значение пояса было чрезвычайно важно. И если мы будем обращаться к нашим предкам, далёким предкам, и не столь далёким, потому что народная традиция сохраняла это очень долго. И даже ещё в 20-е годы, 20-го века в Рязанской губернии отмечалось следование народным традициям и совершение магических обрядовых действий, связанных с поясом. Потому что он имел значение оберега, нёс охранительную функцию. А поэтому молодых перед тем, как везти в церковь в Рязанской губернии, например, крёстный отец, обвязывал кушаком. Поэтому, когда Есенин употребляет вот это слово, вот этот сложный такой метафорический приём гашники, зорниц, перед нами, перед глазами у нас почти магическая картина. И подобных аллюзий в творчестве поэта великое множество. Песенное слово поэта чарует нас неясными отзвуками крепкой незримой связи с родной землёй. Лирика Есенина насыщена метафорами, ассоциациями и отдельно можно рассматривать образы народного костюма в поэтике великого земляка. Он хорошо знал и тонко чувствовал особенности жизни русского человека, крестьянина. Стихи Есенина, помимо их музыкальности замечательной, совершенно потрясающей, не случайно так много его произведений положено на музыку, они позволяют нам открыть мир русского рязанского крестьянина, потому что сейчас для нас, людей, живущих в 21 веке, вот представьте, ведь есть городские школьники, которые вообще себя практически не представляют сельской жизни. И поэтому, когда они начинают для себя открывать мир есенинской поэзии, то многие вещи для них просто им непонятны, для них неизвестны. Поэтому действительно, людям, которые в этот момент находятся рядом с ними, например, родителям или школьному учителю, приходится многое объяснять, комментировать в есенинских текстах. И поэтому для нас это еще и своеобразная такая энциклопедия жизни рязанского крестьянина. В его стихах мы встретим такие непонятные современному человеку названия, как «Дулейка», «Каратайка», «Косница». Если остановиться и задуматься над каждым из них, перед нами откроется чрезвычайно много новой информации. У всех практически на слуху письмо к матери, строки, пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила что-то обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Вот если мы с вами попробуем провести эксперимент и спросим на улицах Рязани у рязанцев, что такое шушу, в чем ходила мать Есенина, то я уверена, что мы, как правило, не услышим ответа на этот вопрос. А это такая традиционная женская одежда, очень древнего, туникообразного покроя, оформленная светлого цвета, оформленная по бортам, по рукавам, и по низу, по долу, таким красно-коричневым кантом. Встречаем в лирике Есенина и упоминание той самой Панёвы, которая тоже даёт новое прочтение уже знакомым строкам. И Панёва находит своё отражение. Это особый вид домоткана, юбки, которую носили только замужние женщины. И в стихах у Есенина, например, есть такое стихотворение «Старухи», где он упоминает, что старухи пёстрые Панёвы подтыкают пёстрые Панёвы. И тут сразу мы обнаруживаем огромный такой пласт информации. Во-первых, что женщины носили Панёвы. Во-вторых, пёстрые Панёвы. Вот это сразу должно привлекать внимание, потому что человека сразу должно вызывать интерес. А что же это такое? А почему она пёстрая? Потому что, как известно, на основной территории Рязанской области носили Панёву клетчатую. И, кстати, такую же Панёву носили в Константинове. Но Есенин почему-то пишет о пёстрой Панёве. И вот здесь мы можем предположить, что, скорее всего, такие Панёвы он мог видеть во время своей учёбы в Спас-Клепиках. Потому что именно Мещорская Панёва, Панёва той территории, она отличалась от клетчатой Панёвы, которую в основном носили женщины Рязанской губернии. Она действительно была особого ткачества, более сложного ткачества, не простого переплетения, как клетчатая, так называемая, вятическая Панёва, а более сложного ткачества, двухосновной. Она преимущественно была либо красного цвета, либо в сочетании красного-синего, со сложными узорами, с вастическими узорами. А отсюда вот эта самая пёстрая Панёва. Есенин не просто хорошо знал народный быт. Он умел видеть его красоту и незримую связь жизни крестьянина с окружающим миром. Я убеждена, что такие яркие образы с опорой на абсолютно конкретные предметы, с утилитарной функцией мог создать только человек, впитавший в себя вот эту народную культуру, выросший в ней. И, конечно, талант, уникальный талант Есенина позволял ему вот видеть это. Ведь это же особый взгляд. Ведь это же ассоциации, которые могут возникнуть только в представлении человека невероятно талантливого. Вот Есенину и удалось создать вот такие образы. Народная культура – это самодостаточная целостная система, где есть и философия, и естество знания, и аграрные науки, и экология, и многое другое. Объединяет всё это жизненный опыт поколений. Ничего не было случайным, и язык народного костюма тому подтверждение. Каждая вещь имела своё назначение и своё место в мире, потому что человек имел целостное воззрение на мир и себя в этом мире. С вами была программа «Русская культура. Истории О». «Русская культура». Субтитры создавал DimaTorzok